Привет, я Прости Темплар, и мы с тобой давай уже продолжим добивать херц медицин, продолжим лечить людей, поможем им рожать, поможем не рожать, поможем там выправить кости и все в таком духе. Ну а ты не смотрел предыдущую серию, ссылочка на форист есть в описании под видео, обязательно посмотри, поставь лайк и не забудь, конечно же, подписаться. Так, на чем мы там остановились-то? Мы помогли Ченсу родить, точнее помогли Ченсу принять роды, вот этой вот барышни, она там быстро, буквально как пробка из-под вина, и все, и все у нее родилось, все хорошо, все здорово и замечательно. Поэтому давай с тобой продолжим, сегодня, я думаю, мы добиваем последнее у нас с тобой отделение предродовое, потом у нас с тобой идет эпилог, а еще, еще что я вспомнил, у нас же тут есть комната с призами, поэтому давай посмотрим, что мы тут понаоткрывали. Слушай, ну у нас еще много призов, значит что-то мы не открыли. Так, и давай зайдем в свой кабинет, посмотрим, что тут можем прикупить, сколько у нас алмазиков, 43 алмазиков в целом-то, давай купим, аквариум хочу купить, вот. Календарик хочу купить, сегодня шестое, нет, сегодня не шестое, сегодня какой, сегодня двенадцатая, да. Ну для тебя тринадцатая, потому что серия выйдет только завтра. Так, и три алмаза осталось, больше, собственно, ничего я прикупить не могу, ну-ка, стоп. Это Элисон с кем? Не видно ни хрена. С каким-то сидым, а, это, наверное, ее отец, а фотка, как будто они там целуются, обнимаются. Ну ладно, сорок седьмой уровень, установите станцию для вакцинации, хорошо. А, мы получили станцию для профилактики гриппа, но ее надо правильно установить. Я этим займусь, Ченз, ты нужен отделению, нужен, нужен он отделению, стоит, как столб, как истукан, как статуи без, без ауры, и, в общем-то, нихуя он не нужен, вот так вот. Нужен он отделению, сейчас сама все установлю, че это, че это такое? Так, ты сюда, а, ну это быстро устанавливается. Там ребенок опять что-то просит, опять что-то глянчит, опять что-то хочет, замучил меня уже, иди давай сюда вот. Вообще не заходите, тут станцию устанавливают очень сложную, поэтому пока что не заходите. Ловлю опять. Ну и этот медленный крапуза-житель. Так. Готово. Прекрасно, и похоже как раз во время. В смысле во время? Вроде ничего такого не происходит. Давай сразу все наберем. Вот так вот. Нажмите, жму-жму-жму-жму-жму-жму. Оливер. Оливер удачно вылез. Просто выбрался. Так, часики, часики, несу часики. Соску хочешь? Опять соски все пожрал. Пиздюк в моем отделении. Ты за справкой. Надь тебе справку. Надо сегодня, сегодня надо идти до эпилога. Хотя бы два уровня эпилога точно пройти. Там-то сюжет будет раскручиваться. Там-то нам все расскажут, все объяснят. Там-то будут интриги, скандалы, расследования. Правильно? Правильно. Так, давай их выпишем. А я пока кофе попью. Технический перерыв у нас тут. Я пью кофе. На весы. Тысюдык. А, еще что я забыл рассказать-то. Мне как-то показали трейлер игры. Вот этой самой, да. Только, видимо, игра была в зачатке. Там такие они были забавные и деревянные. Ты можешь найти в инете, посмотреть. Там, серьезно, они были настолько деревянными, что вот сейчас они полностью, прям полностью поменялись. Ну, может быть, Элисон немножко похожа на себя, но она там все равно выглядела, как какая-то кукла. Поэтому вот так вот. Так, пить хочешь? Сейчас я тебе принесу попить. Не жди, подожди. На самом деле, я думаю, что за ребенком можно не ухаживать. У него сердец нет. Он просто дает 10 очков дополнительно. Да, да хорош ты бегать-то. Мать, держи его там. Втяни его в себя. Ребенок просто дает очки. Там 10 очков он дает в плюсе, если ты обратил внимание. И в целом-то не так важно за ним, о нем заботиться. Так, боник-боник, иду, удерживаю. Не тру, я удержу, потому что в прошлой серии я все тер. Но хорошо, что он потихонечку успокаивается. То есть, ему раза три, по-моему, принес. И он... Все, он перестает что-то просить. Он спит, сопит и больше ничего не делает. Так, справка. Справка, справка. Сейчас я новую распечатаю, подожди. И я тебе подпишу справку. Ребенок, ты не прижуел ли там? Тру, тру, тру. На выписку, места нет, подождите все. Ждите выписку. Я одна, вас много. Поэтому все ждем своей очереди. Йога опять. Ой, господи. Замечательно. Было бы удобно, на самом деле, если бы игра позволяла как-то сократить уровень смены. Потому что, в целом-то, мы играем не ради того, чтобы тут потыкать, покликать. Мы играем ради того, чтобы посмотреть сюжетик. Да что ж я опять-то тру и тру, тру и тру. Вот хочется мне что-то потереть. Лампу джина, загадать себе большое-большое желание. Штуки три. Чтобы они от меня отстали. Справка тебе нужна? Я несу справку. Нет, не справка. А ты чем там недовольна осталась, коза? Тебя все обслужили, по-моему, вне очереди, вообще, недовольная. Справка у меня есть. Я заранее подготовленный. Я мамзель, который думает наперед. Мне вторая подушка не нужна. Что тебе надо? Похлопать? Ну, давай похлопаем. Хлопаем, хлопаем, хлопаем по пузу. На йогу, на йогу, давай скорее. Так. Сюда, сюда, сюда. Стоят. Болеруны. Что там держишь? У вас чепуза-то не такой большой, чтобы там держаться за него. Так. Давай ножницы уберем. Вот. Ребенок, кстати, перестал просить. И это хорошо. Не, ну тут смены длятся в разы дольше. Потому что я вот иногда засекал первую смену, да? И несмотря на мой пиздеж, мы первую смену иногда заканчивали за 3 минуты. Иногда за 5. А тут уже 7 минут, а мы все еще не закончили работать с тобой. Прикинь. Так, гармошка. Давай дуди, но только тихонечко. А то ребенок спит. Малыша разбудишь, сама будешь за ним ухаживать. Справка. Справка есть. Все у меня есть. Две звезды. Замечательно. Чен стоит там молится. У него один голос на вас, а другой на Кавказ. Стоит. Ну, не хочу работать, хочу вот так вот стоять. Полудурок. Помощник от бога. А вот если бы меня не было, если бы меня вот не было, Элисон бы не было. Чем бы ты занимался? Так бы и стоял, к тебе бы люди приходили, а ты бы стоял. Ничего не знаю, моя хата с краю. И вообще я очищу ауру. Так, справку уберем. Гармонь дадим. Ножницы дадим. Выпишем. А, справку удалил. Зря справку удалил. Так, ну-ка шуруй отсюда. Знаю я тебя. Стоишь сейчас, начнется. Так, еще троих приму, потом технический перерыв. Перерыва. Я, если честно, думал, что станция для вакцинации, это какая-то такая будет шароеба. Ты туда заходишь, на тебя паром или каким-нибудь воздухом пшикают, и это будет станция вакцинации. А тут, по факту, два шприца, три пузырька и тарелка. Что там они несли два-три дня? А ты же, ну, ничего такого. И что тут может быть дорого? Сама вакцина дорогая? Вакцина против гриппа дорогая? Так. Элисон опять рвется у нас пополам. Ты сюда. А три звезды не будет. Они набрали, не накопили. А ты прикинь, а ты представь. Давай комбо сделаем. Еще один. Один человек нужен. Срочно. Давай заходи. Вот. Надо три звезды. Да удерживаю я, удерживаю. Я сказал один человек, а не два. Так. Ага. Ну давай их отпустим. Три звезды будет. Вот и все. Все. До свидания. Аревидерчи. Давайте еще несколько смен. И уходим из этого плохого отделения. Оливер-то был? А, Оливер был. Он же вылез, да? Сквик, сквик. Сквик, сквик. А, еще три уровня проходить. А, как долго? Проверяйте, есть ли у детей симптомы гриппа. У каких детей? Каких детей? Они же не родили детей. Это еще не дети. Вот это, вот это что ли? Я поспрашивал других, но похоже нет никаких признаков вспышки гриппа. Как думаешь, я действовала слишком поспешно? Похоже все спокойно, но... Посмотрим, как пройдет смена. Намасте. Новый столик. Опять там ребен... Два ребенка! Два ребенка-то уже! Куда два ребенка-то? Одного мне было достаточно. На-те. Не надо рожать, вот тебе замена. Я отсюда. Так. Что ты хочешь? Ты давай сюда. Сейчас я тут закончу с этим. Подождешь немножко. Совсем чуть-чуть-то. Две секунды. Подожди. А что, все? Проверьте, есть ли у детей признаки гриппа. Да нет, вроде. А ты что не идешь? Был один, стало двое. Я просил убрать лишнего ребенка. Вот этого хотя бы. Не добавьте, Оливер. Я за гармошкой. За гармошкой я бегу. Мчуся, мчуся, я к тебе. Так. Руки на ширине плеч. Башка прямо. Готово. Ты сюда. Опа. 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 Так. Пилюлька. Пилюлька подождешь. Пилюлька никуда не денется, не убежит. Тут ребенок обгадился. Памперс поменять. Так. Пук-пук на кассе нельзя делать. Сразу предупреждаю. Нажали. Так, ножницы, 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 ножницы. Надо сразу набрать всего. Ребенок, подождешь. Подождешь, не горит. Какие же все больные-то приходят. Вот поэтому-то у нас и вспышка гриппа, потому что они больные приходят к нам. Справка? Нет, йога опять. Мне не нравится йога. Не йога, надоело. Ноги раздвинула. На кровать легла. Подушка, подушка. На. Так, ты сюдык. Ребенок, подожди. А, кукла тебе нужна. На тебе ребенок. Своего не рожай. Так, ты. Ага. Ага, ножницы. Ножниц у меня нет, подождешь. Ты сюда. Я бегу, бегу, бегу. Режу, режу, режу. Узи, 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 узи. Тяни в себя поглубже, чтобы он не уплывал. Всоси его обратно. Ты сюда, вы на выписку. Ах, тяжело идет. Сметно. Так, справка. Справку держи. Амм, ты сюдык. Ты почему не выписалась? Давай памперсы пополним. По пузу пошлепаем. А знаешь, почему я тру? Потому что я говорю, по пузу пошлепаем. Хотя все равно я же тру, я же не жму. Просто. Не-е-е. Теория провалилась. А что это за задание такое? Проверьте, есть ли у ребенка грипп. Я проверил один раз. У ребенка гриппа нет никакого. Гриппа. Гриба. А этого проверять не надо? Блин, ребенок быстрее вырастет, чем я тут смену закончу. Подушка, подушка нужна? Подушка, нет. Тебе вот этот слуховой аппарат нужен. Ну на, послушай. Я не знаю, что ты там услышишь. Послушай что-то. Справка нужна? Йога. О, господи, боже мой. Ну ты сама бы могла такую позу сделать. Это же не какие-то там фетифлюшки, где ты встань к лесу задом, ко мне передом, повернись, развернись. Могла бы сама такую позу сделать. Прикинь, только пол смены прошло. А я уже ебушка за ебушка. Маленькая воробушка. Ножницы. Ножницы у меня есть. Сейчас я справку возьму. Подожди, тебе же справка нужна, да? Или пилюля? Нет, тебе надо погладить. Вот так вот гладь. В чем проблема-то? Вон вообще потренируюсь. Вон два стенда стоят. Ты сюда. Не, сегодня надо посмотреть на епилок. Надо посмотреть, что там вообще будет. Так, памперсы фуловые. По пузу шлеп, шлеп, шлеп. Мне кажется, вы сюда приходите, вы кайфуете от того, что вас шлепают. Иди отсюда. Справка. На тебе справку, что ты кайфуешь от того, что тебя шлепают. Следующий. На весы. Вообще-то неправильно на весах стоишь. Ноги вот. Ноги сюда надо было поставить. Сюда нога, сюда нога. Гармошка. Ну, гармошка. Как обычно, подуди немножко. Ладно. Только если разбудишь ребенка, сама будешь его укачивать. Так, ты сюда. Вы на выписку. Подождешь. Подождешь. Очередь, видишь? Работаю я. Бегу. Иди отсюда. Весы одни, подожди немножко. Весы одни. Вот иди на ребенка, посмотри. Иди на ребенка, посмотри. Не хочет. Я просто думал, что ребенка можно отвлекать пациентов. Как столиком, например. На нем было написано, что это новый стол. Но сюда нельзя направить человека. Почему? Я не знаю. О, йога. Ну, что ты так не можешь? Ноги расставить, что ли? Руки вот так вот. Оп. О, с балерины. Подушка. Подушка. Несу тебе подушку. Вот тебе подушка, моя подружка. Так. Тебе кукла. Ножницы. Ну, замечательно. Все, идите отсюда. Валите все нахрен. УЗИ. Так, втянуло. Втянуло, чтобы он не улетал. Вот так вот правильно делаешь. Ой, на йогу. За справкой. Когда там с мента подходит к концу уже. Что тебе надо? Слуховый аппарат? Нет, по пузу. Тебе постучать. Сейчас постучу. Стучу. Как эта фигня называется? Талатаскоп? Звукоскоп? Сердцеуловитель? Ну, вот это вот. Статископ? Не помню я. Будет слуховый аппарат. Так, у меня тут... Подушку одну берем. Давай, иди сюда. Что же вы за детьми-то приходите? Своего заделали? Чужих не трогайте. Вот этих можете забрать. Тру-тру-тру. Ты сюдык. Ты на кровать. Ты гармошка. Дуди опять немножко. Этот... Так, втянуло в себя там все, что можно втянуть. Втянуло. Плохо втянуло. Убегает. На выписку. Ой, йога. Ой, блядская йога. Ну что ты тут не можешь? Ноги расставить на ширине плеч не можешь. И руки поднять вот так вот. Все. Пилюлька. Кроватка. Слуховой аппарат. Шлеп, шлеп, шлеп. Ну все, можно отпускать. Три звезды есть. Они больше переходить, наверное, не будут. Хотя сейчас одна завалится, как всегда, под конец смены. Да? Да, конечно, да. Завалится. Уже все. Конец рабочей смены. Какие ножницы. Ну хоть так. Иди давай отсюда. Кутикулу тебе подровняли. Валяться. Так. Сквик. Ага. Хороший. Что ж, пациентов с такими симптомами немного больше. Но в остальном все так же, как и вчера. Значит, я ошиблась. Не замутняй свою ауру переживаниями. Сначала посмотрим, как пройдет завтрашний день. Давай посмотрим. В очереди на выписку не должно быть больше двух пациентов. А как делать комбу? А вот мы же всегда три звезды-то комбо зарабатывали. А как комбо делать из пяти? Из пяти? Ну что ты нервничаешь? Ну что ты переживаешь-то? Тебя будто что-то беспокоит, Элисон. Я могу как-то помочь. Я просто обдумывала всю эту ситуацию с гриппом. Неужели я зря заставила тебя раздобыть станцию? Да какую станцию? Это три вакцины, два шприца и тарелка. Какая станция? Не позволяй таки мыслям омрачать твой день. Когда смена закончится, мы будем знать наверняка. Да, пожалуй, ты прав. А знаешь почему? Почему нельзя больше двух людей? А потому что надо соблюдать социальную дистанцию. Как при короне было. Вот так вот. Поэтому будем их выписать. Чтобы они там друг на друг не чихали. Справку? Нет. Потереть. Вот так вот. Трешь, трешь, трешь. На весы встаешь. На кровать ложишься. Подушку забирай, на выпуск пиздуй. А в смысле нет никакой вспышки гриппа? Оливер стоять на месте боятся. Они приходят уже больными. Они же... Угу. Тух-тух. Мух-мух. Ты сюда, ты сюда. Втяни там себя давай поглубже. Убегает немножко. Бесправка. Да я же говорю, они больные уже приходят заранее. Так, одного ребенка увезли, кстати. Я не заметил. Второго не забрали, к сожалению. Могли бы забрать. Йога. Ну ты что, просто лечь не можешь и руки расставить, что ли? Учить тебя всему надо. На йогу. Вот тебе ребенок. Будем считать дородилаб. Поздравляю, у вас неизвестный пол. Наверное, мальчик. Наверное, мальчик, да. Хотя вот есть румян какие-то. Хотя это ребенок. Но у него есть грипп, как у Тараса Булли. Поэтому, может быть, мальчик. Так, ты на йогу. Ты опять там соску сожрал. Ты сюда. Бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар. Давай ее выпишем. Я за подухой-пердухой. Так, две штучки сразу возьмем. Тру-тру-тру-тру-тру-тру-тру. На выпуск, пиздой. На выпуск. Ты, 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 зараз-зараз-то какая. Вот тебе за это отрежьте что-нибудь. Ребенок там опять всего просит на свете. Подожди, Аса, своим УЗИ. Тянись. Тянись, я говорю, поглубже. Всоси ребенка обратно. Он даже за монитор улепетывает. Памперсы пополни. Скорее всего, он больше просить ничего не будет. Поэтому памперсы не пригодятся. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Так, зачем мне еще одна подуха? Мне еще одна подуха не нужна. Ты смотри, какой пиздюк. Ты смотри, какая пиздючина. На кровать шлеп-шлеп. Куклу получила, распишись. На выписку пиздуй. Ты ложись. Да давай пиздуй, что стоишь-то смотришь на меня. Ну поглазит. На йогу. Нет, на выписку. Я бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу. Я бегу. Недовольный. Недовольная ты, собака. Ребенок, ты заебал. Задолбал ты меня. Ты ввали отсюда. Не порти атмосферу. На весы. На ребенка. На йогу. Справка. Ты-то чем недовольный? Тебя обслужили по высшему разряду. Хотя, может быть, я опоздал, ей что-то не принес. Но все равно. На весы. Так. Статескоп. Талескоп. Нажмите, жму. Йога. Телес нарвется. Ты сюда. Тебя что надо? Так и знал, что тебе гармонь нужна. Ну, играй, моя гармонь. Ох. Пол с менту прошло. Да удерживаю я. Так, памперсы пополним. Скорее всего, не попросят. Но давай пополним. Ножницы, подожди. Пилюльку. Пилюльку бери. Пилюльку бери. Пилюльку. Не успели. Замотали. Забегались. Ребенка трешь вот так вот. Хоба. Один раз. И все. Оливера мы поймали. Это мы молодцы с тобой. Пилюлечка. Пилюлечку держи. На весы вставай. Сразу пилюлю возьмем. Ножницы возьмем. На кровать. На кровать. Что хотите? Статескоп. И... Ага. Я понял. Хотите того, что у меня нет. Ясно. Какая тебе йога? Ну ты не можешь руки соединить вот так вот вместе. Сама, без меня. Какие вы несамостоятельные барышни. Ребенка заделывать вы первые. А ноги расставить на ширине плеч вы не можете. Пилюлька. Пилюльку несу тебе. Пилюльку. Пилюлька для красотульки. Так. Ножницы. Весы. Сразу за ножницами. Сразу за пилюль. Кукла. Ну конечно куклу. Конечно ты куклу просишь. Иди дом потренируешься. Ничего не происходит. В этом отделении вообще голяк. Вот полнейший голяк. Ничего тут нет. Ну не происходит тут вообще ни хрена. Я сегодня буду злиться, буду ругаться. Хочу увидеть крупицу сюжета. Покормите меня сюжетом. Давай ложись. Гармошка. Ложись немножко. Гладь. Тоже тихонечко. Вообще сначала приходите. Сначала на весы, если вам нужны весы. Сначала на весы, потом туда, куда вам надо. Ну что за беспредел? Они приходят. Сначала тут полежали, потом тут посидели. Потом только на весы поперлись. Вот. Пришла. На весы встала. Измерилась. Взвесилась. Все поняла. Пошла дальше вот на УЗИ. Правильно? Правильно. В тени давай в себя поглубже. Справка. Справка у меня есть. Ой, больные. Ой, больные. Это приходит и приходит. Говорит, нет. Никакого гриппа не существует. Грипп это все ложь. Все придумало правительство. Да вон они приходят. Тух-тух. Значит, с гриппом болеют. Так. Ты сюдык. Тебе куклу. На выпуску. Мне интересно, чем мы будем заниматься в эпилоге. Прям вот интересно, что там за отделение. Ты сюда. И пилюлька против здоровья от здоровья. Сначала пилюльку выпил, потом на весы пошла. Ты же будешь больше весить. Ты смотри, какая пилюлина тут. Гармошка. Статископ. Это, короче, будет не статископ, не слуховой аппарат. Это будет сокращенно. Слухорад это будет. Ты понял? Слухорад. Все. Так его и называем. Ты сюда. На кровать. На ней удобно очень спать. На это неудобно. Пилюлька. А, а, а. Стой, стой. Сука. Под конец. Ты прикинь, ошибся. И не получил. Заболтался, запизделся с этим слухорадом. Пока туда-сюда. Весы одни заняты. Подождешь. Ты прикинь, под конец смены испытания не прошел. Ну, что за ёбик-бобик, а? Ёбана-бобана. Отвлекли меня. Да втяни ты своего ребенка-то посильнее, потуже. Ёб твою мать. Ну, ладно. Не беда, не страшно. В целом-то испытания не прошли. Кристаллик не получили. Но нам на кристаллике все равно это ничего не дает. Правильно? Правильно. Соответственно, пофигу. Кажется, я была права. Пациентами симптомами гриппа стало намного больше. Ты мне то давай ауру не чисти прямо здесь. О, нет. Хорошо, что ты сразу это заметил. Если это вспышка болезни, мы должны быть готовы. Я сообщу Джону. Хорошо. Ой, последний уровень, что ли? Ай, последний уровень. Ай, какая красота. Сделайте уколы всем пациентам с симптомами гриппа. Это можно. Спокойствие. Нет доказательств того, что началась вспышка нового подтипа гриппа. Без паники. Это не так. Будущие матери с ослабленной иммунной системой больше всего подвержены болезням. В предродовом отделении мы у многих наблюдали симптомы гриппа. Так у вас есть станция для профилактики гриппа? А как же мои дети? Завтра всех пациентов с симптомами гриппа можно направить в наше отделение. Твой вопрос проигнорили, иди нахуй, Коннор. Здоровые новорожденные будущие матери могут перебраться в отделение педиатрии, а у нас останутся только пациенты с симптомами. Звучит разумно. О, я Вилься. Даниэл, говорю же, я в порядке. А, Ченс, Эллисон, когда я была главным врачом, я заказал несколько вакцин от H9N9. Неправильно, H2O это называется. Их только что привезли всего шесть штук. Одной не хватает. Кто спиздил? Кто спиздил вакцину, а? Джон, вам лучше пойти домой. Юная леди, вам напомнить, в чьей больнице вы находитесь, и кто вас сюда привел? Джон, вы замечательный наставник, и я вам очень благодарна. Но вы не в том состоянии, чтобы делать прививку. Грипп может вас убить. Папа, она права, давай я отвезу тебя домой. Я сам поеду, когда подготов. Так, ну дай ему домой поехал или нет? Я сделаю прививки остальным сотрудникам. И вот ему главное сделано, он по-моему испиздил эту одну вакцину. А как понять, есть симптомы гриппа, нет симптомов гриппа? Это, наверное, на который приходят вот эти вот. Тух-тух! Еще даже до кассы не дошли, они уже. Тух-тух! У тебя есть симптомы? В смысле? Мы так быстро сделали укол? Так, белелька, ножницы, статископ. Вот так вот слухарад. Слушай, прям, 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 прям каждому надо делать? Так сказали же всего шесть штук. Всего-то шесть штук сказали есть, больше нет. Оливер, вылези из горшка. Фу ты, блин, не то убрал из-за ребенка. Подожди меня, ребенок отвлек. Есть, есть, есть. Ребят, клик вакцину. Клик вакцину, клик на кассу, все свободны. Все, до свидания! Машу я вам, давайте. Э-та-ра-та-та-ра, тара-та-ра-та-та-та. Все, давайте, до свидания. Ты на весы, да ребенок опять соску проглотил. Что же за пиздюк такой Иваныч, а? Памперсы, памперсы, надо пополнить справки. Пополнили, подушки есть, ты сюда. Мой последний рабочий день тут, ты прикинь, последний рабочий день. Красота-то какая лепота. Опять серия, мне кажется, затянется из-за того, что мы будем с тобой смотреть эпилог. Но надо, надо посмотреть, что там да как. Мне интересно самому. Поэтому мы с тобой возьмем и посмотрим. Да в тени это своего чипиздрика! Вот тебе вакцина. Пить на пето, помрешь от обезвоживания. Кое-чё, никого нет, можно никого не попить. Да блядь! Подождешь перерыв у меня! Опять пить хочешь? Хлебает и хлебает. А правильно он хлебает и хлебает, потом памперсы меняй. Как утка. Поел, попил, посрал. На выпуск все. До свидания, до свидания. Буду ручкой вам махать. Я научился рукой махать. 50 уровень, я научился махать рукой. Оливера мы в горшке нашли. Так, этот опять обосрался. Ты сюда. Давай, только взвесьте и вакцину. Взвесил и зи на вакцину. Правильно, правильно. Всё замечательно. На кровать. Чё ты хочешь? Слухорад? Нет, часы. Вакцину держи. Сразу за часами. Этот опять. Опять пьёт и пьёт. Пьёт и сыт. Пьёт и срёт. Да что ж ты будешь делать? Да, с тобой. Слухорад? Нет, ножницы. Вакцина. Я машу рукой. Аривидерчи. До свидания. Опять. Попил, посрал. Попил, поел. Посрал, посасал. Романтик. Сейчас я памперсы пополню. Погодь. Погодь немножко. И принесу тебе твою пилюлину. На тебе пилюлину. Попил. Слухорад. Иду за слухорадом. Ой, вакцинка. До свидания. Пока не выздоровеете, не приходите. Вообще, какая вакцина? Им надо было вот эти вот упаковки из-под киндера взять, туда чеснок засунуть и пусть ходят, нюхают вонять чесноком этим. Вакцина. Вакцина-то дорого, больно. Там 2-3 дня мы вакцину ждали. Аппарат для вакцинации. Ну, как аппарат. Тарелку. Чеснок на шее вот этот наделай и здоров будешь. И вампир на тебя не нападет, и сам здоров будешь. И запах приятный. Ты сюда. Мне кажется, я неправильно делаю, что всем эту вакцину впихиваю, если честно. Мне кажется, надо прям только больным впихивать. Но они же не уходят, правильно? Значит, я делаю все правильно. Ну вот, она же не уходит. Тебе не надо. Тебе не надо. Я ей сделал вакцину или не сделал вакцину? Наверное, сделал. Слухарад. А, ну все. Всем вакцину сделали. Замечательно. Я не буду пить кофе, потому что сейчас я только потяну за кружку, как войдут. Конечно. Пилюлька. Нате пилюльку. Вакцинка. Все. Свободно. На кровать. Так, грипп-то это не совсем опасная штука. От нее разве можно помереть? От гриппа, по-моему, еще никто не помирал. От обычного, по крайней мере. Хотя, может быть, тут какой-то новый подтип. Грипп 2.0. Так, вакцины и свободно. Мы идем в эпилог. Наконец-то. Наконец-то мы с тобой топаем в эпилог. Че стоишь? Иди отсюда. Сквик. Хорошо. У нас получилось. Че получилось-то? Ничего не сделали. Джон попал в аварию. Да в смысле попал в аварию? Да куда тут? Это-то-то распиздяй-то старый. Он че умер? Он умер? Мы пробовали. Это бессмысленно. Едите его. Машину распидорасило. Трите. Тру. Прости, Робин. Но я должна попытаться. Жму. Удерживаю. Stay in life. Stay in life. Хоть. 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 Да живи ты давай. Оживай. Оживай, падла. Оживай, тебе сказали. Папа. Я ж говорю. Сейчас все будет. Отведем его в больницу. Врач тоже называется. Да че ты носишься? Да че ты суетишься? Все нормально. Вон он жив-здоров. Рана. Что рана? Рана встает охрана. Рана может его хоронить. Прости, Элисон, но он грозился меня уволить. В смысле? Хорошо, вы все здесь. Я хочу кое-что объявить. С сегодняшнего дня я буду выступать исключительно в роли консультанта. Я решил отойти от дела и доверить управление больницы моему сыну, нашему парню. Вроде как. Элисон? А, Элисон будет твоим сыном теперь. Никакими словами не выразить мою благодарность. Ты спасла не только меня, но и немало других жизней. К тому же ты отлично влилась в нашу маленькую семью. Знаешь, что после окончания стажировки для тебя здесь найдется местечко. Ммм, милотат какая. Спасибо вам, Джон. Я буду рад оставаться здесь и шараюбец по отделениям. Конечно. А теперь иди отдохни до начала следующей недели. Тебе предстоит знакомство с остальными работниками. И это еще не все. Эл, я всех знаю. Довезти тебя до дома после работы, Элисон? Не глупее, ты живешь в другом конце города. Я ее отвезу. Пусть он меня отвезет. Ты мне не нравишься. Ты на солдата похож. А, сегодня замечательная погода. Думаю, я лучше прогуляюсь одна. Выкусили? Щенки. Ну что ж, вот мы и закончили предродовое отделение. И то есть сюжет-то на пошел. Ты видел? Тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых. Правда, чуть-чуть, но тых-тых-тых-тых-тых-тых. Пошел. Давай с тобой посмотрим еще один уровень, наверное. И будем на сегодня с тобой закругляться. Приходите к следующему пациенту через 10 секунд. Это как? В смысле? Рут, я пришла как только смогла. Элисон. Хорошо, что ты здесь. Прости, что не дала тебе отдохнуть, но у нас экстренная ситуация. Похоже на катастрофу. И с каждой минутой дела все хуже. Я позвала тебя из-за резкого притока пациентов с гриппом. Так мы же решили, мы же разобрались с гриппом. Все. До эпидемии еще не дошло, но поток пациентов с симптомами не прекращается. И еще больше людей приходит, чтобы сделать прививку. Хорошо, хочешь, что Джон остался дома. Но какое-то время он все грозил прийти и проверить, как Дэниел справляется с ситуацией. Ладно, в первую очередь надо позаботиться о пациентах. Ты нам поможешь. Мы переоборудовали отделение диагностики в Центре Неотложной Помощи. Но нам не хватает рук. Конечно, за дело не хватает рук. А вы им и пользоваться пытались? Нет? Не хватает им рук. Стоять-то будете? Реп чесать? О. О, это мы тут-то будем. О, пилюльки, бедро, кровь, чай, рыбка. С тех пор, как ты была здесь в последний раз, тут кое-что поменялось. Вижу, да, рыбка появилась. Это все еще отделение диагностики. Но в первую очередь мы заботимся о пациентах с симптомами гриппа. И до тех пор, кто пришел на перевивку, надо держать в стороне от больных. Я скучал по всему этому. Рад вернуться. Не особо. Не хватает рук. Вот не стоял бы ты, как долбоебал, кусок. Хватало бы. Так, ты на переливание крови. Бегу. Взаимодействуйте с кругами и ищите пораженные зоны в легких. Пораженные зоны могут быть как маленькими, так и большими. Если зона большая, вам надо будет взаимодействовать с несколькими кругами. Ничего не понял. Количество скрытых пораженных зон обозначено квадратиками. Так, ведро на... держи. Я не понял, как это там было, но ладно. От тебя пилюлька. Оливер, хорош, не грызть ковер. Ну, испытание просто на скорость. Просто надо заниматься с пациентами. Че ты хочешь? Чтоб я тебя потерл, ну давай я тебя потру. Давай на переливание. Микстуру, да? Ну, это микстура, явно. А как пополнить микстуру? Так, ты сюда. А где все вот эти вот руки, о которых вы там говорили? Я тут только свои руки вижу. Только свои вот эти вот золотые ручонки наблюдаю. Так, тебе микстуру и чайок, да? Давай, садись. Не стесняйся. Вот тебе шардоне. На выпуску. Следующий. Исюдык. Так, у меня время подходит к концу. Я бегу. Бегу за таблеткой, бегу я за таблеткой. Ешь таблетку, садись на стул. Вот тебе микстуру, запей таблетку. Хотя бы градусниками их не лечим уже, хорошо. А то как начинали с тобой? Градусник дал. Всех вылечил. Вот еще, видимо, должны маски появиться. Будем им маски выдавать. Но это какой-то... Это какая-то вспышка короны, наверное. Так, чайок. Сейчас я тебе АЦЦ-шку разведу. На, держи. Пей вообще, микстура зашибись. Тебе еще пилюлька. Следующий. Аку койф глотнуть. Спасибо. Подожди, не умрешь. Подожди, не скучай. Я койф пил, мне перерыв. Не умирай ты у меня тут на стойке, давай. Уже помирать собрался. Давай на стул. Пилюлька. Так, тебя послушно. Давай послушай. Хоп-хоп-хоп. Нормально у тебя все. Я не знаю, я просто так на все потыкал. Я им на легкие там пальцы так тык-тык-тык-тык-тык надавил и все. И сюда. Пилюлечка, бегу я за пилюлечкой, бегу. А я не успел, я испытание провалил, прикинь. Потому что они поздно приходили. Они больно поздно приходят. Это не я виноват, это игра виновата. Все виноваты, кроме меня. Тебе чайок. Вообще могли бы им просто выдавать микстурки, выдавать пакетики. И они бы сами дома бы выпили бы это и все. Ой, бабусь, ну не помирай ты. Я и забыл то, что ты бабусь-то существуешь. Бабусь, ну от гриппа помрешь или от старости. Какая-то разница. Послушайте. У тебя тут все поражено вообще. Все. Там и правда было все поражено. Смотрите тру. И сюда. Вот тебе чай. Не скучай. Налейте чаю. Я от этой смены кончаю. Не скучаю. Надо было сказать, скучаю, да? Сказал, хрень и рад. Ну, правильно. Такой вот я. Ну, бабусь, ну ты что-то только что была. Ну не помрешь. Ты все с собой нормально будь. Мы тебя вылечили. Ты полежать сюда приходишь, нет? Давай на стул садись. Сейчас посмотрим. На, вот. Что-то у тебя. Как понять, они поражены или не поражены. То есть просто так на них тыкать на все получается. Пилюльчик. Бабусь, в следующий раз не приходи. Тебя вылечат. В другом отделении. Таблетки ты получила? Хотя мы ей таблетки не давали. Мы просто поняли, что у нее там с легкими что-то не так. Так, сразу вот так вот. Ага, ага, ага. Ну, легкое отделение. Легкое. Тру, тру, тру. Растираю. На стул красный сажаю. Садись, давай. Вот тебе шардоне. Все, гуляйте. Ну, не так уж и надолго с серии ты и затянулась. Оливер нашли? Да, он же нам ковер прогрыз. Квик. Вот и все. Чудо, что мы выдержали мы. Угу, 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 угу. У вас тут и правда завал. Завалище. Никого тут нет, только я одна тут работаю. Не будь все так плохо, я бы не прервал твой отдых. Работу пробовали, нет? Кто хоть раз в жизни-то пробовал работать? Джон дома, а Дэниел разбирается с административными обязанностями. Мы бы вряд ли справились с таким потоком пациентов без твоей помощи. Я сделала все, что в моих силах. Спасибо тебе за это. Так, ну что, проверьте состояние Луи. Какой-то Луи у нас еще будет с тобой, но это уже будет в следующей серии. Я думаю, что может быть нам в следующую серию сделать супер длинный и зафиналить игру. Хотя нет, наверное так делать не будем, так будет неинтересно. Долго смотреть, долго серии никто особо не смотрит. А там, наверное, ну еще полтора часа, я думаю, играть, все это дело смотреть. Наверное, серии две, и мы будем эту игру финалить. В целом-то мы сегодня молодцы, мы прошли предродовое отделение, мы посмотрели, что тут вообще творится, что происходит. Мы вылечили Джона, в конце концов, помогли, воскресили, даже не вылечили, воскресили его. Он уже был одной ногой там, на какой-то из, на каком-то из этажей, или наверху, или внизу, не знаю на каком. Вылечили людей от гриппа, и сейчас продолжаем их, собственно, их вылечивать. И мы с тобой молодцы. А это значит что? А это значит, что, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируйся, есть что сказать, что рассказать, рассказывай обо мне своим друзьям или репосты. В общем, удачи и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин